По традиции, в преддверии Курбанайта дела владельцев убойных цехов по улице Дулати идут на подъем. В ближайшие три дня они ожидают большой поток горожан. Здесь покупатели могут приобрести любой жертвенный скот, который торговцы здесь же в присутствии покупателя могут и разделать. «Цены на животных у нас недорогие. Их мы устанавливаем в соответствии с запросами граждан. За праздничные дни мы обычно продаем от 300 до 500 голов мелкого скота. Часть овец мы держим сами, а часть привозим с рынков». Со слов священнослужителей, возраст жертвенной овцы должен превышать 6 месяцев, коровы – 2 года, а верблюда – 5 лет. К тому же животные должны быть здоровы. Обычно жертвенное мясо делится на три части, одну из которых владелец оставляет себе и по возможности раздает остальное малоимущим. «Есть определенные правила жертвоприношения. Правильно, когда владелец приносит жертву сам. Но если он не может, то необходимо прикоснуться к животному в момент, когда его разделывают. Конечно, это не обязательно, но в таком случае человеку воздастся свыше. Также хочу отметить, что скотина должна быть абсолютно здорова. Если животное незрячее, хромает или не имеет хотя бы одного зуба, то оно не пойдет для жертвы». В течение трех дней на территории Шимкента и Туркестанской области будут действовать 35 специальных убойных цехов. Имамы просят жителей приносить жертвы только в специально отведенных местах и не нарушать общественный порядок. Стоит отметить, что праздничный намаз по случаю Курбонайта пройдет 21 августа в 7 часов утра во всех мечетях города.